Хейо, гайз, с вами шмики, мы продолжаем родить РУ по названию Dark Souls 2. Короче, что я сделал? Я немного, как вы видите, изменился внешне, да? Во-первых, у меня появился в руках новый меч. Он довольно тяжёленький, довольно тяжёлый. Дальше, что я ещё сделал? Давайте быстренько я пробью и скажу, что у меня ново. Первое, это у меня новый меч, у меня он оказался в этом находился. Ну, я его, видите, прокачал на плюс один у торговца. Что у меня ещё есть? Вот эту вещь я купил, доспех сокольника и штанишки доспеха сокольника. Оказывается, когда мы ложим несколько вещей, вот смотрите, нагруженность, да, 62 и 5. Допустим, поставим мы булавок, у меня загруженность увеличивается. То есть, это не как, поняли, в той части нам получится теперь уже комбинировать. Что ещё изменилось? Изменилось то, что немного я снова изменил управление. Теперь у меня всё-таки на ЛКМ блок, чтобы типа парировать. И для меча у меня F, это сильный удар. Если брать наш меч, который был предыдущий, вот этот, да, то за два укола он может убить довольно быстро сильного. Давайте быстро тогда пробежим, я думаю, по новой оружке. Ну, лучше, конечно, в две руки брать его. Всё равно, немного непривычно мне всё это юзать. Как бы то ни было. Я сходил ещё в предыдущую локацию, которая у нас была, помните, в Междумире. Я убил того диганта, которого мы пытались. И мне дали, короче, колечко. Он... Давайте, короче, всё это дело, это прочтём. Вот это я не знаю, что гладкий шёлковый камень. А, это тоже я подобрал там предмет. Показать информацию. Гладкий шёлковый камень. Гладкий и шёлковистый камень используются для восстановления небольшого количества здоровья. Гладкости, как у этого камня, не добиться. Просто полирую его простёпилировкой. Лишь за долгие века камень может приобрести это свойство. Некоторые из местных жителей собирают такие камни. Окей. Дальше. По мечам. У меня два ножа. Пла-пла-пла. Дальше. Полуторный меч. Обычный двуручный меч. Ажёлтый двуручный меч. И так, как правило, держат двумя руками. Отлично подходит для исследования на свободных пространствах в бою с группой противников. Но не забывайте, что такие атаки заставляют воина раскрыться для вражеских ударов. Довольно всё банально. Дальше. Доспех. Ну, в принципе, это мы дело считали, да, с вами? Это дело мы читали. Так, так, так. Колечко стоять. Каменное кольцо. Любимое кольцо доблестного рыцаря Латина по прозвищу Рыцарь Бесчета. В прошлом из Фроссой удары сильного нарушения равновесия противника. А кто там? Так, удары сильно нарушают равновесие противника. Кто-то скажет счастье. Так, счастье действительно этого кольца незначительно. Ну, а тот, кто понимает, как важно найти брешь в обороне врага, на менталяции найти его пользу. Короче, научился делать бэкстепы. Так, ну, больше у нас такого ничего новенького нету. Хорошо, давайте мы с вами заюзаем костер. Ящик с предметами я быстренько открою. Ну, здесь я позакидывал еще некоторые предметы, которые нам, в принципе, не пригодятся. Это только, думаю... Ну, там посмотрим. Так, давайте я, наверное, кинжал этот закину туда. Булову оставлю, остальной меч. Давайте меч закину. И бандитский нож закину. А хотя, давайте я, наверное, бинокль возьму, если вдруг для предвьюшек... Так, щиты... Блин, ну... Жалко, что сразу не показывают, что там... Вот это там. Так, по броне. Давайте я сразу позакидываю это дело. Опа, стоять. Это еще не читал. Наручи полого солдата. Это... Так, снарожение полых солдатов короля. Наручи сделаны из хорошей ткани. Так, стали. Она уже сильно изношена и вот-вот развалится. Особой пользы от них не будет. Ага, тогда все нормально. Так, колечко нужно будет поставить. Хорошо, что... А, да, по хпшке вот это, что у нас сверху. Нам нужно просто заюзать человеческую фигурку, которых у нас уже шесть. А мы получаем, во-первых, эту человечность, да, то есть совенешность человека. И у нас восстанавливается полный пар хп. Что я хотел только что сделать и забыл. А сделать я хотел вот что. Мы, во-первых, будем закидывать денежки туда чувачку, чтобы получить очень херительный предмет. Дальше. Кузнецу я не помню, мы ходили или нет. Давайте сходим. Купить предметы. Кажется, мы это все читали, нет? А, давайте прочтем. Так, это у нас длинный меч. Давай длинный меч, показать информацию. Длинный меч, обычно это прямой меч. Хорошо во многих отношениях и очень эффективно при умелом обращении. Человек, решивший стать мастером меча, в какой-то момент избежно оставит свой выбор на этом оружии. Палаш. Меч со относительно широким клинком отлично подходит для рубящих ударов. Размахивая таким мечом по широкой горизонтали дуге, вы можете подрезать нескольких врагов сразу. Правда, в узких местах помахать не получится. Фальшен. Обычный изогнутый меч. Удар изогнутого меча наносит меньше урона, чем удар прямой мечом. Но изогнутые клинки можно легко наносить тереударов. Острое лезвие ранит, так, ранит и вызывает кровотечение. Но очень быстро оттупиться. Помните об этом. Когда перед вами окажется брак твердый, как камень. Эсток. Обычный кольщий меч. Так, славится своим тонким, но прочим клинком, способным пробить в защиту любого рыцаря. А при помощи сильных атак он способен нанести урон врагам, прячущихся за щитом. Хотя этот меч в основном используется для кольщих ударов, но он неплохо подходит и для рубящих. Эффект пробивания щитов сильной атакой. Рапира. Я вот хочу купить рапиру. В принципе, это тоже можно купить. У них по 100 с чем-то. Так, рапира. Обычный кольщий пример. Кольщий меч и это легкое оружие с тонким острым, которое можно использовать вместо со щитом. Так, отлично подходит для парирования. Резкими и быстрыми ударами можно успешно поражать врагов с тяжелой броней. Это оружие очень эффективное в узких пространствах. Секейра. Обычный топор, насящий большой урон, чем меч, но при каждом взмахе воин остается на какое-то время уязвимым. Несмотря на соблазн, самозабвенно размахивать топором во все стороны для эффекта используется это оружие, требуется осторожность и точность расчетов. Палец. Дубина с рукоятью и нарушением. Так, палец. Пластические дробища оружия при всей своей примитивности обладает ряд преимуществов, например, возможностью пробивать щит. Не забывайте держать дистанцию с врагом. Высоидь. Так, пойти вниз какое-то оружие эффективно. Копье. Обычное копье. Копье позволяет атаковать врага на расстоянии, закрывая щитом. Большая атака эффективна против хорошо защищенных врагов, но они поражают небольшие участки и могут прибавить... Так, пробивать щиты. Окей. Не тратить мое время. Дальше, что еще новенького есть у нас? Я убил тех свиней, короче, мелких, помните, которые на меня напали? И скажу вам... Да уж... По 20 этих мне давали. Как оно называется? Ну, я думаю, вы поняли. Так, отправиться. Давайте лес. Полетели сюда. По 20 душ. Зато свинью, которая еле умирает. Это просто было что-то. Меч, давайте я, наверное... Блин, я не знаю, у меня типа сейчас две цели. Купить самый охерительный сет в игре, с которым мы, скорее всего, будем все время прохождение. Часа все прохождение игры, если мы находим. Но для этого мне нужно, так сказать, потратить 16 тысяч душ у торговца. А здесь можно забыть о рыцаре, его здесь больше нету. И там тоже одного нету. Почему? Потому что... Они закончились, да. Они просто закончились. Есть такой удар, но лучше, на самом деле, брать в две руки. И стильный атак у него только взмах рукой. Короче, давайте что сделаем. Там мы были, да, по сути. Нам нужно пойти теперь сюда вниз. Не знаю, куда нас это, конечно, приведет. Ну, я думаю, должно куда-то до ней привести. Хотя, ребятки... Хотя, да, почему бы и нет. Блин. Сперемно, конечно. Ээээ. Ай-яй-яй-яй-яй. Я думаю, что тут не так... Что тут не так, а ну... Я забыл, что он... Правая кнопка, это блок. Ё-моё. Ладно. Нормально. По сути, я могу просто сейчас лезть в низ, да? Но так же я могу кое-что сделать. Интересно, если я разбуху... А, я туда наврать. Вот, опрыгнул. О! Так, черепашка мне заметила. Всё. Моя цель сделана. Блин, нужно запомнить и в следующий раз спрыгнуть. Так, давайте я, наверное... Оп! Ну, как говорится... Да-да. Да-да-да-да-да-да. Сюда ко мне пришёл? Он за мной бежит. Черепашонок, ты что, за мной там бегаешь? Не надо этого делать. Да ладно тебе. Оп! 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 так походу парниша застрял он даже упал это хорошо а я я я тихо шлем полого давай парниша ко мне наверное иди сюда поднимайся я сам к тебе не пойду мяч святой мяч так душа пропавшего мертвеца и факел я получил давай скорее беги ко мне ты сколько за мной охотился слышишь ты хочешь сказать что ты меня бросишь здесь а черни о умничка ты шли окей здесь была моя вина а нет все таки взымок мяча довольно плохая идея была точно я еще вспомнил одну вещь блин подождите если не аж а только у меня одна попытка будет ладовать с ней сначала поговорим я знаю что ты вернешься говорить меня зовут милой тем ты странствуешь по этим землям в эти не только странники и заходят местные то все равно так разбежали давно-давно здесь отремливая война и драгли он превратился в кучу щебля это было когда гиганты перешли морем кажется битва никогда не прекратятся бедняка бедняк вроде меня даже негде прилечь поспать поэтому ей и ношу все свои вещи собой хотя ты путешествуешь налегке мне кажется от тебя не убежит так от себя не убежишь это время всегда с тобой говорят это деревья выросли на станках гигантов из каждого тела прослась на новая жизнь такая какой не видел ее сейчас но ты знаешь что погод так поговорю и другое не верь тому что говорят старые люди настало время идти дальше когда увидишь в следующий раз дорогуша у меня будет что-то предложить так хорошо купить предметы а еще одна вещь узнал мне ну лучше купить вот это камешек потому что ты не одноразовый короче купим следующий раз этот камень и нужно еще это ароматическая ветка то чтобы комплекта тиск так с каменной статуи типа оживлялись и человечности все купить ладно короче ребят у нас у нас с вами есть одна попытка на самом деле поэтому давайте с одной попытки нет не получилось короче что если что там есть срез там есть средства можно как-то задеть бомбой поэтому в моем случае не получилось так уж быть сказать и напрямую готово блин видите у меня все равно к типа хп-шка отлетает только так ай-яй она отхились от флеги поговорили забираем нашу душу там черепашка тут стоит я могу в принципе щит взять где на хотя бы там а вон она меня в чем тут дохера не жить парень я заметил место довольно опасно давай 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 ко мне ко мне вы видите так как я держу в другой руке урон довольно слабо показывается очень слабо эффективно но если возьму палатную на две руки до и делаю замок по 200 ну блин он ломается тоже довольно знаете после своей жизни ништяк он тоже ломается как бы не так уж медленно медленно размаш еще он бы просто ваншоте лову я не знаю насчет этой черепахи я не знаю насчет этой черепахи я и я тихо в в в в в в ой-ой-ой я не достал привет вот скажите сколько у нас просто времени тратится на то чтобы просто убить какого-то гиганта много 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 теплая мягкая фигурка с ее помощью можно обратиться посажение если же чего костра а давайте короче когда вот это все дела выполнен мы пройдем этот момент а с вами а то есть подожди ты двойным кликом до срабатываешь меньше выключена разве нет значит он автоматически до включается но видите типа срабатывать все равно а теперь нормально нет бы выносливость еще прокачать а где таки че он не атаковал я он не атаковал по за бред он не атаковал я понял хорошо вот это сейчас было жестко я просто сдох и из-за того что что это сейчас было вот снова же типа я нажал атаку но он не атаковал не уж то это все таки проблема в игре у нас появилась какая-то атаковал вот снова что это за бред я не могу мушка блять у меня довольно еще не долго странно он как-то срабатывает среда через раз оказывается что-то клава теперь что-то идет по жопе давайте я тогда щит возьму ну и нахер это все добро ну и Да, да, да. Запасаем. Играй только через кнопки, знаешь, вот. Чит. На самом деле, я не удивлюсь, если это был бах. У меня куда-то здесь нога улетает. Странно. Как же это всё странно. Так, здесь у нас трупик, самоцвет жизни у нас три штучки. Наверх мне, по идее, как туда не забраться, да? Да. Ах ты ж, ё-моё. Ну, его лучше заставлять атаковать обычную атаку тогда. Ну, как вы видите, я их быстро убил. Ну, как быстро. Мы вот почему только эту... Сейчас мы исследовали за серию. За целую серию. Так, щит. Техотельца. Душа. Рыцаря. Оп. Догло мне убить. Здесь, короче, лежит меч. Хороший меч. Длинный меч огненный. Сейчас он плюнет. Хотя, ладно. Бог могла бы подставить. Так, слушать, а если я возьму грудь? Палук. Подожди, подожди. И сюда нужны стрелы. Весь от махера. Я надеюсь. А, 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 а. снаряды я понял хорошо что мне нужно для данного луком долить мне нужно круче 20 силы набрать хорошо 20 силы а еще кольцо не поставил ее мы полетели тогда обратно полетели обратно я могу повысить себе уровень на единицу как поднялся а а а а а а а а а уйди в сраку полетела короче костро отдохнул и тесно куда вы смотрите в серия просто минус серии а давайте 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 отправиться жил отправиться сейчас кое-что сделано вы мне бы серьезно купить бы бомбы наверное остальные деньги и и и взорвать чертов этот проход попытаться по крайней мере с сетей не смесь на уровень и нужно силам так ведь и ведь его нужно вот дело вот истика их ракам тела хорошо мне еще три уровня окей отдохнули отправиться а полетели короче бабки я не знаю блин из-за того что не могу парировать и вы видите здесь очень проблематично с управлением мне начинает отказывать кнопка атаки или чтобы я не дрался с чем-то теряешься ну вот и хихихай купить предмет так я могу купить и штуки хорошо вещи я не понимаю в какую пиксель ну все мы просрали если что поэтому я же сказал что я вас жгут а куда нам тогда идти я тогда хотя я знаю ладно давайте с вами вещи вещи сюда использовать человечность восстановим все хп вдохнуть вернуться а изменить меч возьмем . вы хорошо напал меч пехотинца а теперь я не ай я не помню как мне туда вниз попасть эти как-нибудь их тебе туда вниз попасть приятель где вот это дерево теперь бегать вспоминали хорошо давай я попытаюсь телепортнуться они здесь есть вот средств все яйца ведь стоять 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 куда там а 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 механику вот забрать предмет меч так сюда мы можем забраться не пуляет тупо мне пуляет вот этого за и бомба арены панцирный щит и бомба так меч вот эта стенка варена пол вот что это за хрень почему я не могу атаковать боже что за дебили он не сразу срабатывает а давайте все таки вряд ли давай сюда тогда ни хрена вас лумба-бумбы лумба-бумба лумба-бумба залезь быстрее я не знаю откуда они вообще взялись хорош хорош а просто все хп потрачу сюда что за хрень ладно кулак флаги с экскурсом человеческая фигурка самоцвет жизни факел на самом деле ребят здесь ко мне должен прилететь типа босса преследователь короче говоря порошок для починки после его убийства с него должен выпасть колечко которое увеличит урон на двадцатку ну как вы видите чё-то я ни хера не вижу ладно давайте короче берем бомбы эй миссионер можно вас пожал сюда размашистой можно благодарю вас певец теперь у нас есть срез на самом деле мне это все обижает дело почему потому что то есть мы с вами до хрена времени потратили для того чтобы ничего не получить а я теперь понял откуда ты чел пришел но я тебя понял короче пацан бэкстеп я не сказал бы что такой же хороший ну типа на них можно фармить все видите альбарда ну типа двоих убил пошел типа отдохнул ну за черепах конечно много дают но там этот который кидается поэтому дело опасных так а он типа не заходит сюда он ладно можно прицепить закончить равные чили вот чисто меня щитом пьет потом отходит короче ребят хоть я думаю на этом мы с вами закончим да и все поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и до новых встреч друзья всем пока